Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Не терпелось. В исправительной колонии номер 20 в Мозоре предотвратили побег заключенного. До выхода на свободу мужчине оставалось всего несколько месяцев. Беглеца с зимней курткой в руках заметил часовой с наблюдательной вышки. Тот уже приблизился к предупредительному ограждению. На крики «стой назад» мужчина не отреагировал. Ему даже удалось перелезть на внутреннюю запретную зону. Остановил заключенного звук предупредительного выстрела вверх. По команде часового несостоявшийся беглец лег на землю и положил руки за голову. Прибывший войсковой наряд задержал нарушителя. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается следственная оперативная группа. На протяжении года буфетчица одного из мозорских предприятий незаметно выносила продукты питания и сигареты. Когда недостача обнаружилась, общая сумма незаконно присвоенного превысила 10 тысяч рублей. В крупной растрате подозревается 38-летняя жительница Калинковичей. Будучи должностным лицом, на подотсчете которого находились материальные ценности, в период с 2016 по 2017 годы совершила растрат уверенного ей имущества на сумму более 10 тысяч белорусских рублей. Следствию предстоит выяснить, почему столь долгий срок женщине удавалось бесплатно затовариваться на собственном рабочем месте. Нанесенный ущерб буфетчица полностью возместила. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение растрата». Санкция статьи за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы от 2 до 7 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. И немного о ситуации на дорогах. На утро 2 марта по всей территории Гомельской области было зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий. В основном это мелкие ДТП. Сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными во время сложных погодных условий, водителям соблюдать скоростные режимы и дистанцию, да впереди идущие машины. Пешеходам аккуратно переходить проезжую часть, а в местах нерегулируемых светофором только по так называемой зебре. В последний день календарной зимы сотрудники госавтоинспекции Гомельского РОВД оказали помощь водителю грузового автомобиля, у которого замерзло топливо. Нашли в близлежащем населенном пункте керосиновую грелку, отогрели, пожелали счастливой дороги и водитель уехал. Таков обзор криминальных новостей к этому часу. Берегите себя и своих близких. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова